Вопрос газификации Ахметовского сельского поселения прозвучал на приёме граждан губернатора Краснодарского края. Это поселение самое отдалённое от райцентра, и люди с нетерпением ждут появления газа в своих домах. С этой проблемой к Вениамину Кондратьеву обратилась жительница села Горного Раиса Гауда. Добрый день, уважаемый Вениамин Иванович. Я Гауда Раиса Николаевна, коренная жительница села Горного Ахметовского сельского поселения. К сожалению, уважаемый Вениамин Иванович, у нас не газифицированы наши населённые пункты. И с уважением обращаемся к вам. Помогите, пожалуйста. Естественно, жить хочется даже в красоте, а у вас красивая природа. Естественно, красивая природа. Ещё хочется жить и в комфорте. А без газа, без газа, сложно говорить о комфорте, потому что всё равно есть зима, ещё есть поздняя осень, ещё и тоже весной, по-разному. Дожди и холодновато бывает, поэтому ведь мой тем более. Я абсолютно с вами согласен, что если есть возможность, чтобы к вам пришёл газ и дал комфортные условия жизни, то безумно мы должны посмотреть, насколько это возможно. И есть это возможность, безумно это сделать. Я соглашусь, пожалуйста, здесь, Александр Александрович Требицкий. Мы в целом говорим о классификации. И я ещё раз повторюсь, нет смысла говорить о процентах классификации, если трубы проходят мимо населённых пунктов, а к домам не подключены. И поэтому есть, насколько это возможно всё-таки сделать. Пожалуйста, Александр Александрович, вам слово. Да, Верина Иванович, мы проанализировали ситуацию. На ближайших ГРС столицы Засовской есть мощность, и довольно-таки хорошая, больше 28 тысяч кубометров в час мощность есть. Поэтому тут мы убираемся в строительство подводящего газопровода, где-то 10 километров протяжённостью, и внутрикосового газовых сетей. Ну, пронизорно, прикидывая, где-то до 100 миллионов, 75-100 миллионов цена нынешнего года эта работа будет стоить. Принимая по вниманию, что Латинский район у нас в передовиках по газификации все деньги, которые в последние пять лет вы давали, выделяли, прошу прощения, они довольно-таки успешно осваивали. Мы готовы за это, с помощью работы, с методом документации, проекта следования, прохождение экспертизы и включить в программу... Раиса Николаевна была рада услышать положительный ответ и поблагодарила губернатора за помощь в решении этой проблемы. На вопрос и обращение моё Вениамин Иванович обратил внимание. Я довольна его ответом. Он пообещал, что газ до нас дойдёт, до нашей станицы Ахметовской и села Горного. Будем надеяться, что это в ближайшее время. Так что еду с поднятым настроением сказать своему народу и своим жителям, что без внимания наш губернатор нас не оставит.